всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании сегодня я хочу показать вам как связать вот такой замечательный объемный такой 3d узор узор сетчатый патентный полотно получается очень объемная вот так он выглядит с изнаночной стороны вот так с лицевой этот узор отлично смотрится из любой пряжи и также отлично подходит для вязания как объемных плечевых изделий как детских так и взрослых его можно использовать для украшения начала вязания можно использовать как основной по поводу расхода пряжа так как узор и достаточно объемный и за счет провязывания здесь накидов то количество пряжа увеличивается и так для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать любое четное количество петель раппорт узора у нас всего четыре ряда и так набираем наши петельки я наберу 12 петель и так в начале вязания нам необходимо будет с вами связать нулевой ряд установочные далее мы его вязать не будем про вяжем только в начале вязания и так как он провязывается провязывается он с изнаночной стороны нашего узора и так кромочную петлю мы снимаем провязываем одну лицевую петлю далее мы делаем накид и следующую петельку снимаем не провязывая нить за работой повторяем 1 лицевая накид следующую петлю снимаем не провязывая нить за работой повторяем одна лицевая накид петлю снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая накид петлю снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая накид петлю снимаем не провязывая нить за работой кромочную провязываем изнаночной и так мы провязали с вами нулевой ряд и переходим к вязанию основного раппорта первый ряд узора кромочную петлю снимаем и так смотрите первую петлю провязываем лицевой накид снимаем не провязывая на правую спицу нить за работой 1 лицевая это наш раппорт повторяем лицевая накид снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая второй раппорт провязали повторяем 1 лицевая накид снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая 1 лицевая накид снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая и еще один раппорт 1 лицевая накид снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая кромочную провязываем изнаночной провязали первый ряд узора разворачиваем работу второй ряд кромочную петлю снимаем делаем накид следующую петлю снимаем не провязывая нить за работой следующие две петельки у нас накид и изнаночная их мы провязываем вместе лицевой петлей провязали раппорт повторяем накид изнаночную снимаем не провязывая нить за работой две следующие петли провязываем вместе лицевой повторяем накид лицевую изнаночную снимаем не провязывание за работой накид и следующую изнаночную провязываем вместе лицевой повторяем накид изнаночную снимаем провязывание за работой накид и изнаночную провязываем вместе лицевой петлей провязали раппорт повторяем накид изнаночную снимаем не провязывание за работой накид и изнаночную провязываем вместе лицевой кромочную провязываем изнаночной провязали второй ряд разворачиваем работу 3 ряд кромочную петлю снимаем провязываем с вами 2 лицевые петли 1 2 накид снимаем не провязывая на правую спицу нить за работой повторяем 2 лицевые накид снимаем не провязывая на правую спицу нить за работой повторяем 2 лицевые накид снимаем не провязывая на правую спицу нить за работой 2 лицевые накид снимаем не провязывая на правую спицу нить за работой и последний раппорт 2 лицевые накид снимаем не провязывая нить за работой кромочную провязываем изнаночной провязали третий ряд разворачиваем работу и у нас четвертый ряд раппорта кромочную петлю снимаем далее накид и изнаночную петлю мы провязываем вместе лицевой накид изнаночную снимаем не провязывая нить за работой повторяем раппорт накид и изнаночную провязываем вместе лицевой делаем накид и снимаем изнаночную не провязывая нить за работой повторяем 2 вместе лицевой делаем накид снимаем изнаночную не провязывая нить за работой 2 вместе лицевой накид снимаем изнаночную не провязывая нить за работой и еще один рапорт 2 вместе лицевой это накид и изнаночная далее делаем накид и снимаем изнаночную не провязывая нить за работой кромочную провязываем изнаночной ну вот мы с вами провязали раппорт в высоту этот образец я вяжу из пряжи пух норки то есть это ангора два сложения здесь 50 граммах 350 метров на спицах номер три очень красиво смотрится изделие из этой пряжи после стирки пряжа раскрывается и дает очень красивый пух поэтому я думаю из этой пряжи однозначно стоит попробовать связать этот узор спицы номер три этот образец я вязала из полушерсти здесь 50 граммов 175 метров в два сложения спицами номер 4 образцы получаются очень красивыми как из полушерсти до с такой гладкой пряжи очень красивый узор объемный так и из тоненькой пряжи тоже очень хорошо ложится этот узор на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok